Здравствуйте, Владимир Владимирович! Добрый день, Сергей Чозванитович. У вас ко мне что-то важное? Так точно. Вы же знаете, я не стал бы вас экстренно беспокоить по пустакан. Не понял. Беспокоить меня что? По пустякам, говорю, не стал бы вас беспокоить. Дело чрезвычайной важности. Слушаю вас. Но в том-то и проблема. Даже вы меня слушаете. А Пригожин этот фраер ушастый не слушает. Опять вы со своим Пригожиным. Что у вас там снова не так? Ну мы же договорились, что до 1 июля все воинские формирования должны с нашим Минобороны подписать контракт. А Пригожин со своими этими пидоразделениями вообще не хотят подписывать контракт. Не понял. Сергей Кисломордович, вы что поплыли? Потому что вы не чё, не чё, не чё, не чё, не чё, не чё. А Герасимов не чё, не чё, не чё, не чё. Зря вы хрюкаете. Я не хрюкаю, я поплакиваю. И поплакивать не надо. Ага, попробовали бы вы командовать нашей армией, вы бы тоже захрюкали. А ещё этот Прижлопин дискредитирует всё наше Министерство обороны и меня как родителя. Не понял, какого ещё хрюка родителя? Не хрюка родителя, а рука родителя. А ещё он поливает грязью всю мою семью. И рассказывает, что моя дочка и зять мажут попочки дорогими кремами. А что он хотел, чтобы они там в Дубае дешёвыми кремами мазались? Это полнейшая дискредитация меня, как отца и тестя. И вообще, я за последний месяц из-за него нормально выспаться не могу. Пригоженька, я каждую ночь во сне, приходит и кричит на ухо. Шойгу! Герасимов! Где енот из Херсона? Причём он так громко орёт, что мне соседи начинают стучать по батарее. Это при том, что ближайшие соседи живут от меня в трёх километрах. Сколько это может ещё продолжаться? Так, Сергей Битрисоплевич, хватит платить. Что вы от меня хотите? Владимир Владилович, вы можете с ним поговорить, чтобы они подписали контракт? Кадыровцы и те согласились. Мы им дали нормальные условия. 700 тысяч рублей зарплаты и гарантии того, что их не отправят на передовую. Подождите, а зачем платить кадыровцам, которые не поедут воевать? Ну я не знаю. Мне позвонил кадыров, сказал, что это их условия. Пришлось согласиться. Ну что, я с ним исполнить буду, что ли? Ладно, Сергей Бесхребетович, я сейчас позвоню Пригожину, решу этот вопрос. А вы пока пойдите умойтесь. А то выглядите, мягко говоря, не очень последние полтора года. Алло, Пригожин, ты что себе позволяешь, гоблин губатый? Ты что забыл, благодаря кому ты состоялся по жизни? А ну быстро подписал контракт с оленеводом. Пожалуй, так ему и скажу. Людочка, соедините меня с Пригожиной. Слушаю. Евгений Викторович, можете говорить? Могу. Прекрасно. Как настроение вообще, как семья, дети? Че надо? Ну, к делу так делу. Мне тут Сергей Оборонович звонил, сказал в этом подписывать что-то отказываетесь. Блин, так и знал, что эта тряпка в погонах настучит на меня. Ну, тут вы правы. Это я насчет тряпки в погонах. Да, так вот я подумал, может вы все-таки порежете салат? Ой, подпишите контракт? Это исключено. Евгений Викторович, я бы на вашем месте не отказывался. Тем более, что это не бесплатно. Я знаю, там будут сумасшедшие бабки. Владимир Владимирович, сумасшедшие бабки это ваши отряды Путина. Так вот они пусть и подписывают контракт с Минобороны. А мои парни, если и подпишут эту бумажку, то только через мой... Можете не договаривать. Намек понял. Попробуем организовать. А насчет контрактов, я так понял, на данном этапе вы пока нет, да? Да, нет, пока. Неблагодарный. Владимир Владимирович, ну что, пристранили этого выскочку? Ну, скажем так, я ему сходу дал понять, кто тут главный альфа-самец. И он сразу же понял, что это не я. Что вообще происходит? Почему меня перестали все бояться? Гага меня разыскивает. Буданов этот заявил, что я цель номер один. Сидит, постоянно смотрит на меня из телевизора и молчит. А я ведь телевизор даже не включал. Еще и вы тут за своим пригодиным. Я не знаю, Владимир Владимирович, я сам плачу. Пожалуйста, не плачьте, а то я тоже начинаю плачать. Да я бы с радостью, но не могу. 20 лет стерпел. Да потерпите еще чуть-чуть. Дождемся окончания контрнаступления. Тогда всем хреблем и поплачем. Субтитры сделал DimaTorzok